Елена Ильичникова Она расскажет нам о опытах самоорганизации в искусстве, на примерах истории искусства США 60-х годов до настоящего времени. Ну или почти что так. Я собираюсь говорить о самоорганизованных художественных инициативах в Европе и в США в тот хронологический период, который указан на экране, 60-е-90-е годы, на примере пяти площадок. И я хотела бы начать с небольшой теоретической части. Может быть я скажу вещи, которые вам кажутся очевидными, вы все их уже прекрасно знаете, но тем не менее я думаю, что в самом начале все-таки, наверное, имеет смысл их проговорить. И тогда на примеры, которые будут во второй части сегодняшней презентации, будет тоже смотреть, может быть, немного более интересно с теоретической точки зрения. То есть анализирую, как все это работает. Итак, самоорганизованные художественные инициативы — это, как вы понимаете, те пространства искусства. Ну, на самом деле, я буду говорить скорее о пространствах, о физических пространствах. Это могут быть, конечно, совершенно разные вещи, эфемерные в том числе, как уже говорила Саша. Но в моей презентации речь пойдет скорее о площадках, о физических площадках, созданных и поддерживаемых самими художниками. В качестве альтернативы существующей художественной системе. И вообще, в данном случае слово «альтернатива», оно, пожалуй, является ключевым, хотя и спорным. И к этому мы вернемся еще немножко позднее. Пространство такого рода позволяет художникам демонстрировать свое искусство вне системы музеев и коммерческих галерей. И таким образом быть свободными от них. Они позволяют художникам контролировать процесс производства работ и, собственно, его показа. Кроме того, и распространение информации о своих работах, донесение до публики той информации, которую они считают нужным. И наложивание контактов со своими коллегами в местном контексте или даже с другими странами. Кроме того, подобные площадки очень часто обеспечивают художнику не только площадкой для показа, пространством для показа своих работ, но также и мастерскими. А иногда превращаются в места такой коммунальной жизни. Что отличает эти площадки? Я просто хотела бы перечислить такие самые яркие характеристики. То есть самые важные характеристики, которые применимы практически к большинству площадок такого рода. Значит, первое, что важно сказать, это то, что решение о том, какие работы выставлять, как и когда принимают сами художники. Второе. В управлении этими площадками участники придерживаются принципа самоуправления. То есть они коллективно решают и определяют политику этого пространства. И даже не столько голосованием, сколько консенсусом. То есть все должны быть свободны, согласны. Третье. Это художники сами контролируют процесс распространения информации о своих работах. Четвертое. Художники осуществляют взаимоподдержку друг к другу. И это тоже очень такой важный момент, потому что это может быть взаимоподдержка как интеллектуальная. Это тогда, когда художники объединяются в коллективы. А может быть просто материальные. Когда художники вместе занимают какое-то пространство для мастерских и делят расходы на какие-то коммунальные нужды. Еще одна черта, которую выделяют особенно применительно к этому периоду 60-х-90-х, это то, что на такого рода площадках в основном показывают новаторское искусство. То есть то, что в те годы особенно еще не решались показывать музеи или коммерческие галереи. И вот мы посмотрим потом уже на то, какие форумы это все может принимать. И еще нужно перечислить три характеристики. Первое – это то, что это площадки некоммерческие. Что не означает, что художники не могут продать свою работу, если найдется покупатель. Это означает лишь то, что коммерческая цель, то есть цель продажи работы не является главной. Еще одна черта – это то, что очень часто художники вовлекают в работу, стараются наладить более близкие отношения с людьми, которые живут в квартале, а не только ориентируются на специализированную публику. И, наконец, последнее – это то, что очень часто площадки такого рода, и художники, которые участвуют в их организации, они связывают свою деятельность с какой-то политической альтернативой, и в том числе. Так, что еще нужно сказать? То, что очень часто, почти всегда, это площадки, особенно в начале, которые действуют с очень ограниченным бюджетом, и которые открываются в заброшенных районах города, в зданиях с невысокой арендной платой, которые изначально не приспособлены к искусству. И, в целом, возвращаясь к слову альтернатива, самоорганизованные художественные инициативы, конечно же, осуществляют критику существующей системы, проблематизируют какие-то важные вопросы, которые, как они считают, и что правильно обсуждать. И, конечно же, в период 60-х, 90-х, это было, особенно 60-е, 70-е, 80-е, это была еще и критика коммерческой, коммунификация искусства. И проговорю еще раз вот этот момент, связанный с использованием слова «альтернативный». То есть эти площадки, они действительно чаще всего называются альтернативными, потому что это альтернатива существующей системе искусства. В то же время слово «альтернативный» употребляется с оговорками. Дело в том, что эти оговорки, они вписываются, во-первых, в общее положение о том, которое все более очевидно становится сегодня, уже в 90-е и в 2000-е годы, насколько возможно существование альтернативы в современном мире и в современной художественной системе в том числе. И если говорить об арте стран-спейс, о самоорганизованных художественных инициативах, то они, несмотря на свой первоначальный импульс и намерение представлять альтернативу, они, тем не менее, все равно так или иначе вписываются в более глобальную картину, в самую общую систему искусства, занимая в ней свое хоть альтернативное место. И, кроме того, если говорить о финансовой части, то, как я уже говорила, они в основном, все эти площадки, это антикоммерческие, непрофитные площадки. Но, тем не менее, они все равно участвуют в глобальной системе экономики, капиталистической экономики. И можно, например, проговорить три таких ярких момента, связанных с этим. Во-первых, это такое явление, как джентрификация, с которым, я думаю, вы все прекрасно знакомы. Это как раз в Москве, это, пожалуй, сейчас тоже уже многие, ну, в 2000-х годах заметное явление, о котором почему-то не очень много все-таки говорят. Это как раз, когда художники занимают мастерские в каких-то неблагополучных районах города и таким образом превращают это место в место творческой активности, тем самым поднимают статус этого места, его имидж, после чего художников просят освободить эти пространства, и там устраиваются какие-то квартиры. То есть, ну, это, например, случай Красного Октября, то, как они хотели это вначале сделать. Ну, я думаю, потом, может быть, об этом еще будут говорить. Итак, джентрификация, в которой невольно художники все равно принимают участие. Еще один момент связан с тем, что художники, которые основывают свои альтернативные площадки, тем не менее нуждаются в источниках финансирования. И очень часто они для того, чтобы получать гранты, они оформляют свое объединение с какой-нибудь юридической шапкой, то есть там некоммерческая организация. То есть они должны иметь юридический статус, чтобы быть в состоянии юридически получать гранты. То есть, да. И третий момент – это такое явление, которое известно как «фармсистем», если говорить на английском, то есть такая система питомника или рассадника. Не знаю, как точно лучше все это перевести. Это практика, когда музейные кураторы и коммерческие галереи ищут на как раз-таки альтернативных площадках новые имена, чтобы ввести их в главную, вот эту доминирующую систему искусства. То есть все эти три перечисленные мной явления, но и гораздо больше, они уже позволяют, конечно, говорить о том, что слово «альтернативный», оно хорошее, его по-прежнему используют, потому что это действительно поиск какой-то альтернативы тому, что есть, но при этом оно используется с оговорками. И здесь еще показательно то, что американская художница Джуди, Джули Олт, это участница американской группы, групп «Материал», о которых мы сегодня немножко попозже поговорим, она занимается историей, она собирает историю всех альтернативных площадок Нью-Йорка, начиная с 60-х годов, издает книги, дает очень много интервью, публикует тексты, и она, например, говорит о том, что если в 96-м году в Нью-Йорке слово «альтернативное» еще было активно в ходу, то в 2000-е годы оно уже вышло из употребления. Еще один момент, связанный с этим словом «альтернативный». И теперь, если обращаться уже к хронологическому периоду, который обозначен здесь как 60-е, 90-е годы, то здесь я тоже хотела бы немножко охарактеризовать каждое из десятилетий, чтобы было понятно, как все это развивалось. Может быть, такими большими широкими мазками, но все-таки, наверное, это интересно и важно. Итак, вообще появление всех альтернативных, самоорганизованных художественных инициатив связывают с тем духом свободы, который был в искусстве конца 60-х годов, когда границы искусства максимально расширились в плане всевозможных медиа, хэппенинги, минимализм, процесс арт и так далее. И тогда художники стали объединяться, потом пик создания всех альтернативных площадок пришелся на 70-е годы, когда, если говорить о США, например, то там была рецессия, то есть экономическое положение было не очень хорошим, а в 60-е годы появилось очень много художников, активных, которые активно заявили о себе в конце десятилетия. И всех их, конечно же, не могли представить существующие галереи и музеи, и художники должны были брать все дело в свои руки, и поэтому в 70-е годы появилось большое количество альтернативных площадок. Потом в 80-е годы, это уже немножко другое время, площадки по-прежнему появляются, но их гораздо меньше, и они оглядываются на опыт 70-х годов, то есть это по-прежнему для них, опыт 70-х служит для них идеалом, это экономически сложное время и политически сложное время, и поэтому художникам не очень просто, и в 80-е годы этих площадок все-таки появляется гораздо меньше. И 90-е годы и 2000-е, я думаю, здесь имеет смысл объединить 90-е и 2000-е, потому что здесь мы имеем дело уже совсем другой экономической ситуации, и нематериальная экономика, креативный класс и так далее. И, как отмечают многие исследователи, чьи статьи мне удалось прочитать, такая общая тенденция 90-х – это то, что вот этот во многом утопический, очень свободный и альтернативный пафос, которым двигало художниками в 60-е и 70-е годы, он сменяется таким более прагматичным подходом, когда художники понимают, что это просто гораздо легче объединиться, открыть свою площадку, опять-таки, чтобы быть заметными, в смысле, чтобы заявить о себе и продвинуться как-то дальше. И сейчас я перейду уже к примерам. Я вообще в самоорганизованных художественных инициатив, которые имели место вот в этот большой период с 60-х по 90-е годы. Их огромное множество в разных странах. Все это абсолютно невозможно охватить в рамках одного выступления, даже, не знаю, в десяти, наверное. Поэтому я решила выбрать пять площадок, о которых я хотела бы рассказать. Они немножко разные, принадлежат разному времени, и поэтому, может быть, тоже будет интересно их сравнить. Первое место, о котором я хотела бы рассказать, это 112-й дом по улице Грин-стрит в Сохо в Нью-Йорке. Это самое начало 70-х, 71-й год. Это место стало одной из первых некоммерческой альтернативной художественной галереи, устроенной художниками. Все это было в Сохо в Нью-Йорке. И Сохо в 70-е годы было очень живым местом, хотя и непростым. То есть дело в том, что Сохо был неблагополучным районом тогда. Это сегодня какой-то очень дорогой и богатый район. Но тогда в 70-е годы этот район был неблагополучным и опасным. Там было множество промышленных зданий, пустующих в 70-е годы, потому что вся промышленность была оттуда выведена. Это были здания, связанные с текстильной и обрабатывающей промышленностью. В итоге там была куча вот этих пустующих индустриальных зданий, которые стали занимать художники для своих мастерских и галерей. Там была низкая арендная плата. То есть вся вот эта классическая схема джентрификации в ее начальном периоде. И 112 Грин-стрит в Сохо – это место, которое открыли художники. Это художник Джеффри Лью и его жена художница Рэйчел Вуд. Они купили, выкупили это здание. Там было несколько этажей. У них там была квартира и их мастерская. А первый этаж был свободен. Вот мы видим сейчас как раз тот самый первый свободный этаж. И они решили использовать это место в качестве площадки для представления разных художественных проектов своих коллег, своих знакомых художников. Ну, не только знакомых художников. То есть на самом деле говорят, что их выставочная политика была очень открытой. И они всякие, кто хотел там выставляться и кто мог сам обеспечить себе монтаж и производство своей работы, они могли предложить эту идею владельцам. И они с радостью соглашались. И постепенно это место стало действительно очень живым в творческом плане. Там бурлила жизнь. Там проходили выставки, но не только выставки, еще и перформансы. Это было как раз время, когда границы между разными видами искусства были тоже очень легко проницаемы. И там оно просуществовало не так долго. Но в 73-м году они получили грант. После этого Джеффри Лью просто по личным причинам вышел из проекта. Им стали заниматься другие люди. И потом постепенно они переехали на другой адрес, потом еще на один. И сегодня это место существует под именем White Columns. в Нью-Йорке. Они по-прежнему позиционируют себя как некоммерческая площадка и связывают свою историю с вот этим легендарным местом, но при этом все-таки функционируют немножко иначе. Как вы можете увидеть на этих картинках, это просто фотографии из некоторых выставок, которые там имели место. Это было такое очень промышленное пространство, не приспособленное для показа искусства. То есть это не классический white cube. Там свисали провода, там были дырки в полу. Но все это на самом деле наоборот нравилось художникам, которые там выставлялись. Это были в основном художники уже постминимализма. И они наоборот работали с вот этой эстетикой пространства, которое им досталось, что тоже очень интересно. потому что оно оказалось созвучным тем художественным поиском, который вели художники в те годы. И поэтому очень многие проекты были сайт-специфик. Они были связаны с вот этим местом, были произведены специально для него. И в то же время эта площадка была, она была некоммерческая, и поэтому она была очень открыта разным экспериментом. И после окончания выставки многие работы разрушались безвозвратно, что... Ну, да. Но это просто было связано как раз с тем, что... И поэтому говорили, что это даже не галерея, а такая мастерская. То есть такое пространство для художественных экспериментов. И интересный момент, связанный с финансированием этой площадки. Это просто еще несколько кадров. Так вот, значит, это место принадлежало тем двум художникам, Джеффе Лью и его жене Рэйчел Вуд. Они, конечно же, сдавали его... То есть все художники использовали его совершенно бесплатно. Тем не менее, какие-то финансы все равно нужны были. И художники привлекли... Основатели этой галереи, они привлекли своего друга, художника Эллины Саретта, который очень активно стал заниматься поиском финансирования и нашел очень необычный источник этого финансирования. В общем, первыми спонсорами этой площадки были пекари, чьи пекарни и булочные находились на этой же улице. То есть для них это был момент... То есть они поддерживали художников, потому что все-таки согласно той же самой классической схеме джентрификации, все это служит во благо этому району. Еще одно... Я не слежу, честно говоря, за временем, поэтому, может быть, я... Отлично, спасибо. Это еще фотографии других выставок и проектов, которые имели там место, музыкальные и хореографические перформансы. А это еще одно место, о котором я хотела бы рассказать, тоже довольно интересное. Это ресторан, который называется Food, который открыл известный художник Гордон Матта-Кларк. И вообще это место было очень любопытным. Оно открылось недалеко от того самого первого, о котором мы сегодня говорили, 112-я Грин-стрит. И они дружили и ходили друг к другу в гости. Это тот же самый район, это Сохо, вот тот самый неблагополучный район, где жило очень много художников. Вообще говорят о том, что комьюнити Сохо в то время составляло 500 художников, которые друг друга знали. Может быть, не все знали, все 500, но более-менее были друг с другом знакомы. И они жили в таком... То есть это место было скорее такой большой деревней, как сегодня пишут об этом времени и об этом месте. И, как говорил Гордон Матта-Кларк и его коллеги Тины Джирард, Кэрол Гуден, с которыми они основали вот этот ресторан «Фуд». Для них им хотелось основать какое-то место в Сохо, где все художники, которые живут в округе, могли бы встречаться за совместной трапезой. Вообще, и у них была такая особая... То есть идея связана с тем, что процесс потребления пищи, он должен стать таким моментом для социализации и коммуникации. То есть такой момент для... Хороший момент, чтобы собраться всем вместе. Это был действительно настоящий ресторан, который функционировал. Вот мы видим на фотографии там уже ресторан с вывеской «Фуд». И витрина, большое окно, фасад, который выходит на улицу. И бумажки, которые мы там видим, это чеки, которые служили таким дизайнерским приемом украшения этой фасадной стены, фасада. Слева мы видим Гордона Матта-Кларка, Тину Джирот и Кэрол Гуден, которые стоят перед зданием, которое вскоре станет... То есть перед местом, которое вскоре станет рестораном «Фуд». То есть до этого это была другая столовая, «Камидас Креолас». И это флайер, который объявляет об открытии этого места и меню. Это не очень хорошо видно, но это была довольно простая, как все говорят, вкусная пища. Простая. Они в основном готовили супы и сэндвичи. И все это было не очень дорого, даже совсем недорого. Но при этом все отмечают, что это была интернациональная кухня. Потому что, например, там впервые стали делать суши и сашими, впервые в Сохо уж точно, но, может быть, и во всем Нью-Йорке. И это столовая. И интересно было то, что, во-первых, это было место, куда могли прийти все художники округи и поесть, при этом пообщавшись друг с другом. Кроме того, это было место, где художники могли найти работу. Это тоже было очень важным, потому что, как известно, художники не могут ходить на работу, так как это делает большая часть населения Земли. Им нужно свободное время, но в то же время им нужны деньги. И Гордон Матте-Кларк вместе со своими коллегами предложил всем художникам, всем желающим художникам иногда работать в их ресторане, мыть посуду или готовить, или просто убираться. И по рассказам очевидцев, вообще по тем временам им очень много платили. В доллар пять... Пять долларов в час, что по тем временам, это 70-е годы, было довольно большой зарплатой. И в итоге они все разорились в конце, и ресторан закрылся, потом перешел в другие руки. Но в то время идея, которая двигала художниками, была в том числе, чтобы и обеспечить какой-то доход художникам, которые в этом нуждались. Там... Так, это значит, второй момент. И третий момент был связан с тем, что это место превратилось действительно в такую арт-площадку, потому что там проходили перформансы. Вот, можем увидеть здесь то, как народ, который там был. Да, там проходили разные перформансы, кинопоказы. То есть это было место для демонстрации искусства в том числе. И... А, и еще там был такой момент. Каждое воскресенье вечером, по воскресными вечерами, у них была специальная программа, когда разные художники приглашались в качестве главного повара и составляли меню. И там готовили очень известные по сегодняшним временам художники, вроде Роберта Раушенберга или Дональда Джады или Джона Кейджа. И сам Гордон Матте-Кларк тоже любил готовить. И одно из известных его... То есть иногда все эти художники делали вещи, которые совершенно не были связаны... То есть, которые невозможно было есть. Но, тем не менее, это было такими арт-проектами. И... Это страничка, посвященная этому ресторану, который был опубликован в журнале «Аваланж» в 1972 году. Здесь перечислено все, что произошло в этом месте за год, начиная с его открытия. Тут довольно много всяких любопытных вещей, но, наверное, вам не очень это все видно. И таким образом, это было довольно забавное такое место. Может быть, не совсем классическое арт-пространство, но все-таки оно было арт-пространством и довольно альтернативным. Это еще один пример, о котором я хотела бы совсем вкратце рассказать. Это галерея, которую открыли в 80-е годы американские художники из группы Group Material. Джули Олт, о которой я говорила сегодня вначале, она как раз один из участников этой группы. Это 80-е годы. Это немножко другая эпоха. И вообще художники в это время, те, которые открывали свои альтернативные площадки, они были еще более сознательны в политическом отношении, чем их коллеги в 70-х годах. И группы Material были действительно довольно политически ориентированными художниками. В 80-е годы они стали арендовать помещение в бедном районе Нью-Йорка, где жили в основном выходцы из Латинской Америки. Это вот фасад галереи, то, что слева. И интересно то, что первая выставка, то есть это было местом, это было их офисом, но кроме того, это было галереей. И в 81-м году они устроили там выставку, она была одной из первых. И очень любопытно то, что они начали именно с нее. Эта выставка называлась «Выбор народа» «People's Choice». Второе название было «Арос кон манго». Наверное, это по-испански. И вообще идея художников групп Материал заключалась в том, что это место должно стать местом не только для специализированной публики, но также, куда будут приходить местные жители. И их первым действием стала попытка наладить отношения с местными жителями. И для этой выставки они разослали всем жителям округи письмо, где просили их привезти в галерею вещи, которые не обязательно являются произведениями искусства, точнее, даже ими не являются, может быть, но дороги этим людям. То есть они обладают своей ценностью. Я зачитаю вот эту просто цитату из этого письма. Мы хотели бы показать вещи, которые не всегда находят путь в галереи, вещи, которые вы лично считаете красивыми, храните ради собственного удовольствия, которые что-то значат для вас, вашей семьи и друзей. Что это может быть? Это могут быть фотографии или ваши любимые плакаты. Если вы коллекционируете какие-нибудь предметы, они подойдут для выставки. Жители откликнулись не сразу, они откликнулись только со второго раза, но в итоге они принесли всякую всячину в галерею группы Group Material. И получилась довольно попытная выставка, которая была завешана, там стены были завешаны с потолка до пола разными вещами. Вот фрагменты этой стены вы можете увидеть на экране. И интересно то, что эта галерея присуществовала всего лишь год, и потом она закрылась, закрылась по решению самих художников. И причина, по которой она закрылась, она тоже может быть нам интересна в связи с анализом самоорганизованных художественных инициатив. Дело в том, что художники решили, что стратегия гораздо более выгодна для них, для распространения их идей. Они были довольно политизированными художниками в то время. Так вот, стратегии лучшие для этого было не замыкаться в каком-то одном месте, вот в своей галерее, не маргинализироваться, как они говорили, а сотрудничать со всеми возможными площадками, которые уже были созданы в Нью-Йорке, чтобы говорить от себя на разных площадках. Это совсем другой пример, уже из Европы, это Женева, и пространство, которое получило название Экарт, и оно было создано тремя художниками, Джоном Мором Ледером, довольно известный сегодня швейцарский художник, Патриком Лукини и Клодом Рихнером в 1969 году. И просуществовало оно с 1969 по 1982 год. Интересно то, что мы говорили с вами про первую площадку 112-й Грин-стрит, и говорили о том, что она оказалась созвучна своим интерьером тем художественным поискам, которые велись тогда в 70-е годы, то есть она была связана с процесс-артом, пост-минимализмом, ленд-артом, концептуализмом, то в данном случае площадка Экарт была связана скорее с флюксусом. Флюксус был довольно мощным течением европейского искусства в те годы, и Джон Армледер и его другие коллеги, Патрик Лукини и Клод Рихнер, они тоже причисляли себя к этому движению, и они открыли площадку Экарт, это была самоорганизованная инициатива, некоммерческая площадка, созданная этими художниками, под эгидой движения Флюксус. Это, может быть, не было объявлено в виде манифеста, но эта площадка стала таким органичным продолжением того, что эти художники делали вместе до этого, в предшествующее открытие этой площадки, годы. Здесь мы видим некоторые фотографии выставок, которые там имели место. Это флайер, который объявляет о выставке, которая тоже там имела место в 1974 году. Как функционировала эта площадка? То есть, во-первых, три художника, чьи имена я перечислила, они сотрудничали друг с другом еще до открытия этой площадки. Они устроили фестиваль Флюксуса в одном из отелей, в подвале отеля в Женеве. Этот отель принадлежал родителям Армледера, и поэтому эта площадка досталась им бесплатно. Они ее занимали в течение двух недель, после чего они решили открыть свою площадку Место опять-таки им досталось от родителей Армледера, то есть за площадку они тоже не платили, а просто показывали там свои работы и работы художников близких Флюксусу в основном из разных стран мира, в том числе из Восточной Европы. Но, тем не менее, им нужны любые деньги для того, чтобы себя содержать, потому что они, например, тогда не было интернета, им нужно было выпускать всякий раз флайеры и афиши, чтобы люди приходили на их выставки, и они тратили очень много денег на печать, и в какой-то момент они решили создать собственную типографию. И они продолжали печатать флайеры и афиши, но, кроме того, выполняли еще разные коммерческие заказы, и это позволило им финансово держаться. Кроме того, они стали публиковать книги, и в этой же галерее, которую они открыли в 1972 году, они стали продавать эти книги, то есть это была и галерея, и книжная магазина. Это видео, это одна из книг, которые они произвели. А это еще один пример, самый последний, я расскажу о нем очень вкратце, но все равно это интересно. Это совсем другой контекст, это Восточная Европа, это Венгрия, город Будапешт, и художник Георгий Галантай, который открывает свою площадку вместе с художницей, своей супругой Юлией Клонисцей в 1979 году в Будапеште. До того, как открыть эту площадку с 1970 по 1973, они устраивали разные выставки, перформансы, поэтические чтения в мастерской Георгия Галантая в городе Балатон-Боглар, это курортный город на берегу озера Балатон, там вся активность проходила летом. И вот вы видите фотографии выставок, это выставка 1972 года, эта площадка просуществовала недолго, после этого они взяли небольшой перерыв и решили уже открыться в новом качестве, в качестве институции. И это тоже интересно, потому что это вообще совсем другая модель. И, то есть, вначале она начиналась в традициях 112 Грин Стрит, художники, перформансы, выставки, потом они решили открыться уже как институция, которая основывала свою деятельность на собирание архива. То есть, они, художники, посвятили себя вот такой архивной деятельности. И в итоге сегодня арт-пул это самый важный, самый главный, хорошо, не будем говорить самый, но один из самых важных архивов по искусству Восточной Европы начиная с 60-х годов. Он существует в Будапеште. Вот вы видите сейчас на экране кадры оттуда. И у них была довольно любопытная концепция активного архива. То есть, они говорили о том, что они не просто собирают то, что произошло, они еще и сами участвуют в производстве архива, производя вещи, которые потом входят в их архив. И они, вначале они существовали, конечно же, на нелегальном положении. Везде можно найти информацию о том, что за ними следили КГБ или кто там следит за этим в Венгрии. И они были такими, ну, нежелательной тогда организацией. И они смогли оформить себя как официальная организация только в 92-м году. Это кадры с разными публикациями, которые они издавали. Они издавали Pool Window. Это то, что мы сейчас видим на экране. это одностраничный мейл-арт с новостями. Кроме того, они издавали газеты Art Pool Letter. А еще с 83-го по 87-й год они выпустили 8 радиопрограмм, которые распространялись на аудиокассетах. И кроме того, у них была площадка, где они проводили выставки. И вот это, пожалуй, последняя фотография. Это архив. А это галерея P60, в которой проводят эти же люди в Art Pool проводят выставки. И я думаю, что да, я на этом закончу. Ну, это были пять очень разных площадок, саморганизованных и поддерживаемых самими художниками в разном контексте и в разное время. Но я думаю, что все-таки интересно посмотреть на разные модели, потому что их много. спасибо большое, Елена Яичникова. Надо сказать, что действительно, если мы в России за 15 лет собрали 50 с лишним инициатив, то по всей истории Европы и США с 60-х по 90-е годы, боюсь, это неподъемная цифра, но радостная новость заключается в том, что скоро на нашем сайте появится книжный обзор. Наши сотрудники подготовили аннотированные списки книг, посвященных художественным самоорганизациям, которые хранятся в коллекции нашей библиотеки. книжный обзор. Продолжение следует...